ну что поехали так сказал когда-то гагарин вот и нам оставать нельзя космические дали хорошо а в садах дела плохи так добрый вечер елена александровна добрый вечер моя духовная дочь добрый вечер кандидат наук господи как я мечтаю чтобы тебя вот забрали в Москву такой прорыв можно сделать такой прорыв в этом саду который вот за твоими плечами в Красном хуторе родилась твоя диссертация твои знания опыт умение эх но дружба с железом это в данном случае плохо можно так и остаться за бортом науки которая дремлет 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 а прорыв могут совершить можем только мы сейчас маленький пример хотите послушать вот это вот в этом году меня чуть не опозорили абрикос академик не то что он изменился до неузнаваемости а то что в этом году он у меня мелковатый брат юрий сообщает вебинар идет по обеим каналам ну тогда значит все в порядке так вот измельчали но это только на один сезон представьте себе что я не поливал деревья а жара уже стоит который месяц еще одна месяца пошел вот ни одного полива ни одного клянусь богом абрикосы у меня живут сами по себе и тогда чем кончилось чем хвататься измельчали это уже не 120 грамм это где-то грамм 80 ладно но тем не менее у меня благодаря присутствию моему саду настоящего ученого вот если чем поговорить спасибо за фотографию сделана она была четыре дня назад все честно смотрите друзья вот это было четыре дня назад сегодня она присылает мне две фотографии вот эту она же любознательная нах мимо не проедет это дача измельчали скорее всего подробности не было все свежего все минутное я чего не знаю сейчас я не знаю наверно там опять два-три человека стояли продавали абрикосы наверное она выбрала самая крупная вот и наверное это академик и запасные варианты вот дело в том что вряд ли сколько я разговаривал ну вы видели фильм видели фотографии видели дикий рынок изербельник всех всегда торгуют в это время абрикосами причем отборными отборными и меня же спрашивают каждый год а что за соль я бодро отвечаю чаще всего я отвечаю это бай вот но в данном случае это скорее всего академик переделаны вот может быть не только мне это интересно посмотрите какие огромные плоды дальше смотрим сейчас подведем итог ой что же за такое а это я снимал где-то сейчас скажу в 2007 году значит это 17 лет назад это моя фотография это моя знаменитая линейка которая сотни две сотни плодопитомника вывела на чистую воду вот мошенники перекупщики миллиарды рублей в ответ ничего как вы думаете сколько в этом году по стране абрикосов деревьев так вот это моя фотография 17 лет назад это переделанный академик узнаете вот на этот на левый похож почему я это говорю я хочу выдать должное нашим садоводам скорее всего можно сказать старикам но до конца довожу мысль и так переделаны а вот это та самая знаменитая надеюсь что и ученые уже знают потому что я знаю как тебя выбить сантиметрики судя по репликам они что смотрят только стараются как бы не афишировать вот ну и что получается вот он академик у меня первое дерево так вот он дал такие эта фотография облетела добрую сотню плода питомников они ее присвоили правильно без обмана назвали академика но вот он и начал меняться 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 вот он мой вот это дача изербель вот это тоже только поди догадайся что это за сорт вот догадайся это академик который еще пытается это с маточного дерева через 17 лет видите двадцать четвертый год вот июль двадцать четвертого года ну и есть у меня абсолютно круглые академики но это будем в другой раз изучать для чего так долго и так нудно и так подробно сейчас поймете листаем чуть чуть дальше о чем пойдет речь значит я отдаю должное что изербель и дачи собой червушек это последнее пристанище абрикосов которые еще еще пусть уже счет идет не на тысячи а только на сотни это я обобщаю у меня же кругом связи вот на сотни ветер ну может быть но во всяком случае их 10 лет назад было в 10 раз больше а кому отдадим должен за то что было в 10 раз больше боднар борисось черемушки помните мои эти самые петр великий а еще кроме того мне еще два сорта великолюбие и саженцами торговал вот поклонились царством небесное левицкий левицкий это уникум феномен он первый из первых и благодаря ему тысячах садов появился абрикос бай который я добавил фамилию через тире бай тире левицкий это моя заслуга я отдаю должное потому что больше некому 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 нет у нас ученых тут и близко нет лучше последний ареал но мой красный хутор там господи это у меня несколько десятков осталось ну и там еще по деревне там 10 20 абрикос еще все свои моих 10 20 абрикос прекрасно все тот берегу считайте его можно вообще за ноль считать есть только выражение математики исчезающим малая величина остается майна и черемушки вот я уже сколько фамилий назвал ты правильно так так значит нет это значит второй идет левицкий это майна бородич это майна это самое тоже саженцев много попало и в черемушки дальше кого назовем бертяевского вот слава богу жив здоров а бородич на том свете жалко царство небесное вот кого еще вспомните господи боже мой ростовских вот они тоже абрикосами торгуют еще кого вспомнить из абрикосовода абрикосовода абрикосоведа я боюсь кого-то забыть из самых таких корифеев мастодонтов вот да в конце списка заведет тоже саженцы я продаю продавал это тысячи саженцев если брать за 20 лет тысячи саженцев сотни из них червушка и наконец низко кланяю жив здоров это филиппиев володя еще один уникум вот это и все вы представляете какая мощная бригада а и вот результат а я наверное вот сейчас я это сделаю перенес и перенес сейчас посмотрим сейчас сейчас вот это те самые черемушки я обязан это сказать это мой долг вот долг мой перенес нет вот эти вот хотя бы я вам показывал фотографии сейчас есть из флешки то долго искать их они еще на флешке ну ладно я вам их показывал это дикий рынок я вам показывал тогда идем дальше вот смотрите что получается значит самое ареал черемушек он тоже теряет свое назначение больше пополнять абрикосы практически некому сергей железов мой сменщик он продает абрикосы по россии это где-то сотня полторы посылок с саженцами ну сотня посылок но по нескольку штук каждый несколько сотен смехи ну полтысячи это на всю Россию а черемушкинцы уже не едут они идут на рынок а на рынке продают эти южные они не знают что они южные пополнения нет все закончится уже пять-десять лет и все что надо делать сейчас надо сейчас первое из москвы прислать бригаду молодых уже молодых старые не поедут это четыре часа лететь или это там двое-трое суток на поезде ехать абакан москва или москва абакан представляете и тогда получается это раз это все изучать осваивать вот что у меня лежит в холодильнике у меня в холодильнике лежит полсотни абрикосов вот таких вот вот таких вот я заморозил для Елены Александровича вот вы думаете это много или это дело совершит революцию так вот второе срочно нашу бригаду тех кого я назвал те кто живы кто умеет прививать наши волшебники еще живые или совсем молодые вроде Сергея Железова вот их надо срочно брать в оборот ну нет в науке ничего этого ну так не должно быть всегда ну не должно быть и все вот я выговорился вот и Савинич только если возбавят какую-нибудь бригаду или хотя бы с членом бригады там во главе какой-то академик но из молодых ну не может быть чтоб таких как Мичурин уже до того что уже ни одного не осталось ну не может быть пять тысяч триста фильмов большинство вот об этом почему не может такого быть чтоб они не знали этого выговорился теперь давайте просто говорить на ком ли у вас слива стартовая обратите внимание моя линейка фирменная я тут решил коротко о ней рассказать у меня есть один недостаток она малоплодная и может жить только если вот это как бы сразу учеба и расшифровка вот растет дерево слева и ни черта на нем не будет пока слева не будет другого сорта справа третьего сорта спереди четвертый сзади пятый и то может оказаться мало вот это недостаток вот что она сама бесплодная смотрим дальше видите эту фотографию линейка то есть моя если посмотрите размер этих плодов ну что вот эту что вот это вы поймете что это один из крупнейших слив России так проблема остается как это решает проблему я был в шоке и меня уже казалось бы ничем не удивить смотрите слива стартовая набрал я же я писал слива стартовая описание сорта фото отзывы вот она я нахожу ее свою сливу еще раз это моя это фотография могу доказать у меня знаете как в папках здесь это не делается а там сразу высвечиваются все данные фотоаппараты и так далее то есть стопроцентная объективность доказательства вот еще раз посмотрели линейку видели что делают с ней внимание и так линейка где меня это так шартировало ну брать то хоть бы ну они правильно сделали уже про мою линейку многие знают линейка отрезана а она то дает представляете какое впечатление что это огромное слива благодаря линейке слива окажется огромной нет и от пили читаем саженцы слива стартовый не обманули например стартово купить москве по цене 690 рублей какого хрена вы то что купите окажется сливой стартовой фотограф то моя вот она вот она еще раз вот вот она вот она вот она вот это вот подлость величайшая и люди будут думать что у них будет слива если вдруг каким-то чудом им достанется слива стартовая и они просто посадят они никогда не дождущего урожая идем дальше я вас помните вы меня все знакомы с новыми сортами ради бога но не в один день познакомил идем дальше значит про молодежь вот это юноша если все это сразу это курсе заработал тысячу рублей вот и что-то купил надо было ему одеваться или обуваться в этот лагерь вот это серьезное дело вот этого юношу уже слава богу 13 год вот для него собрать сумме 5 ведра этот мелочь это ладно это присказка ладно теперь смотрим сюда и так одна из моих химер я приучаю вас а потом буду приучать науку потому что в науке слова химера это отрицательно это короткоживущее это неполноценное это смесь гена подвоя-привоя этот коктейль вот этот коктейль можно сделать результат коктейля вы коктейли когда и пили смешиваются два напитка получается бурда и вы идете извинить за вражение в туалет блевать а есть коктейль который еще вкуснее чем оба напитка вот это тот самый случай вот это один из них вот это но взята веточка с которой взяты эти плоды они взяты снизу то есть ниже прививки подчеркиваю ниже вот так облагородилась получается а так облагородился мажорский абрикос я его назвал химера фаины у меня отдельно будут косточки продаваться и конечно их никто не купит в прошлом году никто не купил вот но мой долг рассказать про кукарек ну а там расчет не будет не будет поняли да вот что если уже дерево где-то лет восемь-девять да оно помирать не собирается короче это уже не химера вот химеры называют из принципа облажали нас с Латинковым сказали что мы химеры врачи вот два названия Латинков придумал название для Академика для Королевского для Бая для Филиппева еще для пары садов он их называет 100 граммовики прекрасное название 10 штук килограмм представляете вот а его по морде а то есть нас с ним по морде а химеры врачи вот попробуем что-то соединить почему в этом году у меня очень есть пустые деревья вот совершенно пустые если я показывал подходил там урожай 20 штук 50 штук ну 100 пусть огромное но мало а именно химеры оказались ну как так получилось что они же вроде бы химеры они подвоенные но это не вот такие вот это вот да и вообще Россия тоже и главное именно они не заметили этих самых заморозков они же в заморозке от Дальнего Востока до Питера прошли везде пусто 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 яблони пустые стоят а что про абрикоса говорить и так почти нет вот так вот друзья вот вам химера а вот пожалуйста налетай подешевело а делаю объявление сегодня 29 29 июня 30 июня 31 кажется есть значит этот день плюс еще два дня я продаю по 15 рублей косточка вот скидок больше не ждите это значит что отменяется то объявление где написано слово гость и вы получаете по сниженной цене вот все с первого числа 25 рублей одни а вот такие вот такие это 25 все что вводим в гадры 25 это мы на это готовимся на подвое вот и наконец вот такой вот уже пойдет по 300 рублей тот же академик ну а там хотите берите хотите нет слава о том что мои прекрасно сходят это моя учеба вот и так далее посмотрели это идет заготовка так впереди урожай яблонь груш яблонь принципе у меня деревьев мало но это потому что как у меня когда уничтожили сожгли ребята посмотри как они на этот свет отвечать будут потоциклисты когда сожгли мы сад вот там только яблонь полторы тысячи было еще элитные сорта были даже груши были элитные вот и тогда у меня дальше сейчас так я вернулся на него увеличил с 10 соток до пол гектара вот но уже под яблонь меня спочти не было груш достаточно слив достаточно и теперь у меня головная боль куда это девать самая лучшая груша это груша лада я почему я сейчас скажу мотайте на ус сказали гоните информацию гоню значит есть такой автомобиль называется 21001 жигуль его еще с этими с итальянцами вместе делали до сих пор пользуются славой как это идеального автомобиля вот и у меня такое же сравнение например груша лада вот морозостойкость такая что ни разу в жизни не видел подмерзшие ветки груши лада вкус практически идеальный урожай практически максимальные ежегодные и головная боль куда потом девать ну еще я хочу сказать следующее у меня подрастает молодежь я уже рассказывал фотографии показывал своих девочек вот им по 9 лет завтра парня так я про воспитание молодежи на потом скажу мне фотографии с их участием чуть ниже но уже вот эти груши их наберется там 100 килограмм 200-300 килограмм ну хоть ты плачь силосинских деревьев и тогда эта ребятня 9 лет 9 лет 10 лет будут продавать на рынке пускай жизнь заставляет крутиться я внимательно это не позор когда каждую копейку мы считаем я и мои внуки вот а вот кстати вот одна из носик самая крутая танцовщица почти балерина вот значит это тренировка идет значит она начала собирать черешню и малину для продажи вот она не пытаясь вот допустим это черешня это желтая драгана вот первоисточник сад боднера никогда не скрывал этого так и вот она говорит дед все я понесла на рынок я говорю нет косточки удавлюсь смотрите вот она на дереве а это и весь урожай это год такой это чудо что еще есть что-то раз вот так которая называет через все боднера или если длиннее название черешня июньская боднера и так правильно будет это не официально боднера вот это и в конечном итоге вот сколько получилось косточек это все если бы еще продавать на рынке вот это вот тогда у меня ни одной кошечки не будет кто успеет тот успеет я решил сделать так значит срочно нужны деньги не просто нужны уже несколько моих опекаемых как бы сказать мам опекаемых мною стонут что детей надо одевать в школу хорошо я их по 30 рублей продавал давайте по 20 налетает подешевела пока по 20 но с первого числа а почему сразу никто не реагирует и потом забывает вот по 20 рублей пожалуйста разбирать вот может один-два откликнется это сибирский сад это уникальный сад и дело в том что я хочу обратить на это внимание все что растет тут в средней полосе растет я делаю исключение ко мне значит письмо не письмо ну началось письмо по ватсапу потом перезвонить созвонились а я живу в Свердловской области и у меня было минут нет это одно само собой там за 40 было а другая живет южнее Челябинска и опять говорит минус 45 было но это год страшно вот и а через все хочу я говорю извините через все будущее непривитая привитая она может пропустить урожай но не замерзнет проверено а не привитая у вас просто замерзнет я отговорил человека покупать а вот тот кто не боится до 40 она выдержит ну пускай урожай пропускает так вот так вот это вот такой момент и того налетай подешевел уже 20 рублей вот так вот так выглядит урожай как бы это сказать средненький я не хвастаюсь я не говорю у меня был огромный урожай нет ребят урожай был средненький это просто фотография чтобы вы увидели даты с тех пор как у меня на телефоне сделали дату стало легче жить 21 июля и больше у меня на деревьях после этого еще два дня и больше губноплодных абрикосов нету вот остались еще вот это молодежь да сейчас скажу почему я хочу чтобы у всех были такие дети чтобы они не пропали потом дело то что вот эта девочка так соня софья она меня заработала хорошо что она меня не слышал вчера 1400 рублей хотя собрала на 700 но я не удвоил а вторая лера тоже они им под по 9 лет я специально это говорю это жизни ребята если я не успею их воспитать по грош мне цена будет так вот вторая валерия железова так знакомая фамилия моя внучка она позже присоединилась и она заработала 800 рублей это было вчера сегодня они грабили магазин который каким-то странным названием магазин халява оказывается есть такой вот с этими деньгами вот это и есть настоящая наука далее вдруг мне звонок час назад деда мы снова хотим деревню собирать а у меня мелких то еще там не один десяток ведет это то что пойдет вам на крошки на подвой то есть вот это есть настоящее воспитание я богом молю дайте людям землю всем чтобы я знаю такое что есть люди которые бы бесплатно взяли у них нет ни гроша за душой они живут непонятно как у них дети это самое хоть уже было объявлено что у нас больше не осталось бедных что все теперь наедаются хохот стоял по стране когда росстат объявил о том что стране больше нет но я сейчас не говорю вообще про еду я не политик и даже не экономист я готов что вот это все что у вас быть это должно быть каждом саду оно растет само вот понимаете у меня крик души посадил косточки абрикосов ну там 20 штук что мне девать у меня за прошлогодние прошлогодние до сих пор ветер 80 ой трехлитровых банок я же их выбрасывать мне свежие девать некуда зачем я буду терять тебе торговать если свежие не успею продать и вот тогда я думаю ну посадил ты двадцать пятьдесят кусочек сад обеспечен даже подходить не надо вот первый год спасите от мышей потом еще раз от мышей вот первые пять лет мышей боятся деревья потом перестает вот работать ничего не надо поливать не надо не считая времени посадки права под с утра года только косите не подходите даже траву не убирать плоды падают не убирать если они гнилые ничего не делать и кормить детей вот так вот опять я митингую вместо того чтобы учить деревья выращивать а это дата для чего жара дикая представляете раньше в августе собиралась сейчас еще не кончился июля у меня уже деревья пустые не считая поздних этих манджурцев